Верховный суд округа Лос-Анджелес, штате Калифорния, поступило исковое заявление, в котором женщина потребовала от продюсера Харви Вайнштейна возмещение ущерба за домогательство и попытку изнасилования. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на судебные материалы. По информации издания, иск был поддан Хейли Грипп в прошедшую пятницу, 26 марта. В нем она утверждает, что Вайнштейн в 2012 году в номере гостиницы «Беверли Хилтон» в Беверли Хиллс, Калифорнии, предпринял в ее отношении действия сексуального характера и, отбиваясь, она поранила продюсера. На тот момент Грипп было 19 лет. По ее утверждению, на момент случившегося она ничего не знала о Вайнштейне, который представился другим именем, кроме того, что тот был видным продюсером. Женщина пояснила, что помощница Вайнштейна, ставшая инициатором их встречи, угрожала ей принудительным помещением в психиатрическую больницу, если она расскажет об инциденте. Именно по этой причине, уточнила Грипп, она не присоединилась ранее к иску со стороны нескольких женщин, по которому продюсер, напомню вам, был приговорен к 23 годам тюремного заключения. Предполагаемая пострадавшая указала в иске, что не планирует выдвигать уголовные обвинения в адрес Вайнштейна, так как, по ее мнению, судебный вердикт по делу 69-летнего продюсера фактически означает его пожизненное заключение. Однако женщина хочет добиться выплаты компенсации на сумму, которую предстоит определить правосудию. Сам Вайнштейн отрицает вину, называя новые обвинения удивительно бессовестными и надуманными, я процитировал. 11 марта 2020 года суд Нью-Йорки приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин в разное время в 2013 году. Позднее в том же году ему предъявили обвинения в сексуальных преступлениях еще по шести пунктам. Дела касаются двух жертв и связаны с инцидентами, произошедшими более 10 лет назад. Равин из Бруклина, Юэль Рот, находится под следствием по обвинению в проведении свадебных церемоний между несовершеннолетними, сообщает издание Форвард. Департамент полиции Нью-Йорка и Управление по делам несовершеннолетних изучают обвинения, выдвинутые против Равина Рота, руководящего Ешивой Тифере Сатара в районе Вильямсбург. По законам штата Нью-Йорк, для вступления в брак необходимо достичь 18-летнего возраста, хотя 17-летний юноша может вступить в брак с разрешения суда. Однако Рот полагает, что мальчиков следует женить в более раннем возрасте, чтобы, как он считает, уберечь их от мастурбации. Свидетели утверждают, что Рот неоднократно способствовал образованию брачных союзов между подростками, при этом не позволяя родителям выбрать дату свадьбы или заранее узнать возраст будущего зятя или невестки. Сотрудник исправительного учреждения в Оклахоме был доставлен в больнице после того, как заключенные взяли его в заложники. Сотрудника атаковали, когда тот доставлял лекарства заключенным. Заключенные связали его и отобрали ключи. На видео в соцсетях, которые публикует телеканал Факс Ньюс, снятых одним из заключенных, удерживавших сотрудника в заложниках, слышно, как нападавший говорит «Мы не можем принимать душ», а другой заключенный добавляет, что сотрудник не имеет к этому никакого отношения, но произошедшее с ним является следствием сложившейся ситуации. Телеканал Факс Ньюс также сообщает, что на время инцидента в учреждении был задействован протокол, при котором всех заключенных заперли в камерах. Официальные лица подтвердили телеканалу Факс Ньюс, что один из заключенных, удерживавших в заложниках сотрудника исправительного утверждения, учреждение был застрелен сотрудниками полиции Оклахома-Сити, которые прибыли на вызов. Неизвестные обокрали знаменитую певицу Бейонсе, пробравшись на склад в Лос-Анджелесе. Сумму ущерба оценили в более миллиона долларов. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В марте 2021 года воры дважды пробирались складские помещения, которые принадлежат продюсерской компании Бейонсе «Парквуд Энтертеймент». Грабители забрали ценные вещи, включая дорогие сумки и платья певицы, а также имущество, принадлежащее ее стилисту. По данным источников, расследованием дела занимается полиция Лос-Анджелеса, и на данный момент сотрудникам не удалось задержать ни одного подозреваемого в краже. Ранее в марте Бейонсе, настоящее имя Бейонсе Жизель Ноус Карте, стала рекордсменкой среди женщин по числу наград музыкальной премии Грэмми. В активе певицы оказалось 28 наград. Бейонсе побила рекорд к кантри-певице Эллисон Краус, которая завоевывала Грэмми 27 раз. Абсолютным рекордсменом премии считается дирижер Георг Шолти. 31 награда. Фестиваль Комик-Кон, посвященный комиксам, телесериалам, фильмам, аниме и видеоиграм, пройдет в этом году офлайн и с посетителями, сообщает Variety. Отмечается, что специальное мероприятие состоится 26-28 ноября в Сан-Диего. Как подчеркивается в заявлении организаторов, они рассчитывают, что к осени 2021 года ковид-ограничения будут смягчены и будет разрешено присутствие публики. Хотя ранее сообщалось, что летом пройдет онлайн-фестиваль Комик-Кон. Сколько именно человек будет допущено на осеннее мероприятие, не сообщается. Однако организаторы надеются, что в 2022 году удастся провести масштабную конвенцию для 100 тысяч и более участников. До пандемии каждый сезон ярмарку посещали более 130 тысяч человек. Первый Комик-Кон был проведен в Нью-Йорке еще в 1964 году, но мировую известность получил крупнейший фестиваль Комик-Кон Интернешнл или Сан-Диего Комик-Кон SDCC, проходящий с 1970 года во втором по численности населения городе штата Калифорния. Площадкой проведения Комик-Кон Интернешнл служит гигантский холл выставочного центра Сан-Диего. За четыре дня здесь проходит более 700 различных событий. По иронии судьбы, последние несколько лет Нью-Йоркский Комик-Кон вновь вернул себе звание самого посещаемого топ-культурного фестиваля США. Однако Комик-Кон Интернешнл останется одной из центральных выставочных площадок для презентации продуктов крупнейших кинокомпаний, издательств и развлекательных корпораций мира. Цена билета на Сан-Диего Комик-Кон 55 долларов. Американская детская писательница Беверли Клири ушла из жизни в возрасте 104 лет. Об этом сообщило издательство HarperCollins. Любимый автор детских книг Беверли Клири умерла 25 марта 2021 года в городе Кармел, штат Калифорния, где она жила с 1960-х годов. Ей было 104 года, так говорится в сообщении, опубликованном издательству. Соболезнование в связи со смертью Клири выразила первая леди Джилл Байден. Цитирую. «Упокойся с миром Клири», миллионы девочек представляли себя персонажем книг Клири Раймон Куимби. «Спасибо тебе от всех непосед», – написала супруга президента Байдена в Твиттере. Клири родилась в городе Макминвилл, это штат Орегон, 12 апреля 1916 года. Позднее ее семья переехала в город Портлин, штат Орегон, который стал источником вдохновения для ее будущих книг. В конце 1930-х годов получила высшее образование по специальности «Библиотечное дело». А первая книга писательницы Генри Хаггинс была издана в 1950 году, которая, как отмечает Харпер Коллинс, установила стандарт реалистичной детской прозы. Всего Клири издала более 40 книг, чей общий тираж превысил 85 миллионов экземпляров. Ее произведения были переведены на 29 языков, кстати, в том числе и на русский. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова